Доброе утро, дорогие друзья! Благословенный Новый день! Я благодарю за него Господа, благословляю это время и прошу у Него силы, мудрости, Его славы, которую я сегодня передам через нашу эту встречу во славу Его. Я размышляла на эту тему не одну неделю. Я молилась, читала, слушала проповеди. Но у меня побуждение, невероятное побуждение сегодня вам рассказать именно о Боге. Мы можем начать с вами общение. Это поможет мне Бог. Начать хочу с 18-го псалма. С 10-го стиха. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, 11-й стих, и даже множество золота чистого, слаще мёда и капель сота. Я встречала людей, которые мне говорили, ну сейчас, что это я вдруг буду бояться. Я не должен бояться Господа. Он меня прощает, он меня любит. А что это я должен вдруг бояться-то? Что мне сказано, что мне заповедано, чтобы я боялся Господа? Ну вот мы сегодня с вами поговорим. Понимаете, дело в том, что Писание во все времена, во все века, пока существуем мы, вот пока наша планета существует, пока мы на ней живём, одно поколение меняет другое. Библия во все времена одна и та же. И она учит нас от начала то, чему учила, тому учит и сейчас. И ничего не меняется. Псалом 33, 12-й стих нам подтверждает это. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть этот стих говорит о том, что мы с вами не умеем бояться Бога. То есть этому нужно научиться. Кому-то научиться нужно петь, кому-то рисовать, кому-то высшей математики, кому-то кататься на коньках, кому что. Но каждому из нас, что бы мы с вами в этой жизни, в мирской жизни не учились делать, нам необходимо просто научиться бояться Бога. И это потрясающе. Я как-то говорила, может быть месяц, может полтора назад, что у меня мало страха. У меня его мало. И Бог работал со мной, и работает со мной, и научает меня, чтобы я именно пришла к Нему, послушала Его. Он говорит, «Придите, дети, мы все Его дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». То есть нам нужно прийти, мы должны слушать, и тогда мы научимся. То есть если мы не приходим, если мы не ищем Иисуса, и если мы не останавливаемся, если мы не садимся рядом, и если мы Его не слушаем, то мы и не научимся. Поэтому я всем сердцем хочу научиться. Итак, что же такое истинный страх Господень? Библия нам говорит, что это выражается в слове «благоговение». То есть Иисус сам молился, обращался к Отцу, будучи здесь на земле, с благоговением. А что такое благоговение? Ну, понятно слово «блага». Я рассуждала, я молилась, я читала, я зашла в социальные сети, зашла в Википедию и начала изучать, что такое говение. Мне-то это слово непонятно было, потому что я не являюсь православной христианкой, я не исполняю те... Сейчас слово вспомню всё время. Сейчас, секунду. Традиции. У меня нет этого, понимаете? В духе нет, поэтому я напрягаюсь, чтобы это вспомнить и сказать. Я не исполняю традиции, которые навеяны человечеством. Не Богом, а человечеством. Я их не исполняю. Поэтому для меня слово «блага» понятно, а «говение» было непонятно. И я зашла для того, чтобы там поизучать, что же это такое. А это не что иное, как посты. Это связано именно с православием, когда люди должны поститься и так далее, и так далее. То, чему нас не учит Библия. Библия учит нас поститься совершенно иначе. Так вот, смотрите. Благоговение – истинный страх Господень, поклонение, почтение, подчинение, не прикословить Богу, уважать Господа. Получается, что если мы все это соблюдаем, если мы молимся с благоговением и общаемся с Богом благоговенно, то есть я должна поститься и отказаться от всех мирских плотских похотей. Не от того, чтобы там что-то не кушать и так далее. Я сейчас вам скажу сразу по ходу. Сегодня это была другая тема, но я вам должна сейчас зачитать, раз мне Господь сейчас сказал, зачитай это именно сейчас. Сейчас я вам это скажу. Я здесь где-то в рамочке. А вот, вот. Язва – это не то, что ест человек, а что съедает человека внутри. То есть нам всегда внушают, что язва желудка возникает от того, что вы неправильно питаетесь. А Бог сегодня мне сказал, что это то, что съедает человека. И для меня, допустим, конечно, мы и есть должны правильно, мы и питаться должны грамотно, не то, что сейчас вот я начну уксус пить там или еще что-то, сказать, да, это все ерунда. Нет, конечно, надо просто уметь, ну, слушать, слышать и понимать. И понимать. Я сказала сейчас то, что Бог мне сказал, сказать, это не мои слова. Я их просто через меня и говорю вам. Здесь нужно, если мы говорим о благоговении, говении, то есть пост, отказ, я стою на посту, значит, я имею истинный страх Господень, первое, я поклоняюсь Богу, я почитаю Господа, я подчиняюсь Ему, я не прикословлю Богу, и я Его уважаю. И если в Священном Писании не прописан вот такой пост, который несет православие, я не осуждаю никого, делайте, я еще раз говорю, поступайте так, как велит ваше сердце. Я, значит, не прикословлю Господу. Я живу по Писанию, я делаю то, что Он мне говорит делать. Давайте обратимся с вами сейчас к главе 11 пророка Исаия и прочтем. Я посчитала, здесь получается семь. Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета, Дух Крепости, Дух Ведения и Дух Благочестия, то есть семь. Мы можем, конечно, сейчас с вами обратиться к посланию, к Божьему посланию через Иоанна, который Он говорит, к семи церквам, а можно обратиться к семи светильников, которые светить должны в каждом из нас. Суть семи светильников. То есть мы должны на нем, это пророчество об Иисусе Христе, произойдет отрасль от корня Иесеева и ветвь произрастет от корня его и почиит на нем. И вот пошло перечисление. Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия. Я хочу ведать. Я хочу иметь совет от Бога, я хочу крепко стоять на Слове Божьем. Я хочу иметь разум, я хочу быть благочестивой и чтобы иметь мне Духа Господня, который помогает мне во всем разобраться. Читаем дальше. И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. То есть это нам говорит о том, что Бог не лицеприятен. Он наполнится. Иисус – это пророчество пророка Исаия. И страхом Господнем исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. И жезлом уст своих поразит землю. И Духом уст своих убьет нечестивого. То есть благочестие – знак тождества. Это есть страх Господень. Это не что иное, как страх Господень. Если перевести это на мирской язык, вот в наше с вами бытие, когда я была юной, мне было 12 лет, я очень-очень плохо себя вела, особенно в 12 лет. Очень плохо себя вела. Сейчас Полинка входит в этот возраст. И мы летом, дай Бог, поедем вместе отдыхать. Я очень хочу побыть вместе. Вот и день, и ночь. То есть все время посвятить, посмотреть на внучку. И я благодарна Ане, что она соглашается поехать вместе на Каспий, на дачу. Мы поедем отдыхать. Она будет в том же самом возрасте. Она родилась 05, 06, 07. Когда я была просто, я сейчас себя вспоминаю, дерзка, груба. Сколько боли я причиняла тогда маме. И вот если я не хочу сделать больно своим близким, я не могу поступать гадко. И уста мои не могут говорить гадостей. И поступки мои не будут гадкими и мерзкими. И на зло маме не было я это одевать. Значит, я вот это пойду. И демонстративно, хлопнув дверью, уходить из дома. И вот так, оставляя маму вот в таком вот состоянии, в состоянии непонимания, обиды. Это ж моя дочь. Как же так-то? Как же так? А как так, мы поговорим с вами в другой раз, потому что я сегодня об этом молилась, читала, размышляла, слушала, записывала, конспектировала все. Каждое слово, то, что Бог мне говорил. Поэтому мы же не хотим сделать больно. А если мы делаем больно, то мы не христовы. То мы не с Богом. Если мы христовы, то мы больно никогда не сделаем. Мы всегда на посту. Мы всегда на посту. Мы в страхе Господнем. Пост — это не что иное, именно как страх Господень, благочестие, благоговение наше. Мы всегда на посту, чтобы не причинить Ему боль. Ибо Он наш Отец. Я хочу сегодня несколько моментов еще в подтверждении из Библии вам рассказать. История Лавана и Иакова, она очень большая, книги «Бытие» описана. Если вы не читали, вам нужно ее всю прочитать. Я лишь сейчас процитирую вам «Бытие» 31 главу. Три момента я здесь себе законспектировала, из которых, в принципе, можно понять, о чем идет речь. И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие». И увидел Иаков лицо Лавана. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал тогда Господь Иакову, «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». А почему Иаков ушел со своей родины, то вам нужно прочитать историю. Историю Исаака и его двух сыновей, Исава и Иакова. Но Бог ему говорит, «Возвращайся, возвращайся в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобой». Иаков покинул дом Лавана, забрал все богатство, забрал двух своих жен, его дочерей. И Лаван потом захотел настичь его, и пить ему за это. Но Бог явился к нему. В 24 стихе мы читаем, «И пришел Бог к Лавану, армиянину ночью во сне, и сказал ему, «Берегись, не говори Иакову, ни доброго, ни худого». А в 41 стихе мы читаем, «Таковы мои 20 лет в доме твоем, я служил тебе 14 лет». То есть, когда Лаван настиг все-таки Иакова с его стадами, с его женами, с его детьми, то есть, там было огромное количество то, что он заслужил, по праву заслужил. Причем у него всегда были договоры с Лаваном. Он ничего не искажал. Это Лаван все время уходил от исполнения договора. Иаков говорит, «Таковы мои 20 лет в доме твоем, я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих, и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял награду мою». И в 42 стихе мы читаем, «Если бы не был со мною Бог Отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Представляете, то есть, Господь сказал Иакову, «Я буду с тобой». «Выходи, иди». Как часто нам Бог говорит, «Всё, стоп, стоп, хватит, выходи». Именно не уходи. Вот какое-то такое понимание, есть же в мире, уходя, уходи, а тут именно, понимаешь, выходи. Вот с этим выходи, чтобы не возвращаться обратно, выйти. И вот в 42-м стихе «Если бы не был со мною Бог Отца моего, Бог Авраама, и страх Исаака…» То есть, тут надо просто историю, конечно, перечитывать, именно страх Исаака, то есть, как Исаак боялся Бога, как на нем был, понимаете, вот страх Господний, то есть, он в пример ставит, он говорит, произносит, «Ты бы теперь отпустил меня ни с чем! Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Вот вам история, которая говорит о том, насколько мы должны быть богобоязненными. Лаван ничего не сделал. Он вспомнил, как пришел к нему Господь во сне и сказал ему, «Берегись! Не говори Якову ни доброго, ни худого». Вообще ничего не говори. Вообще ничего. Молчи. Ничего не говори. Иначе берегись, ибо наши уста могут что-нибудь брякнуть. А он ему вообще сказал «Ни доброго!» Казалось бы, ну доброе можно было бы сказать, а он ему говорит «Ни того, ни другого не говори». Потому как, понимаете, сердце начинает бурлить, ведь он на самом деле, он честно ему отслужил. И все, что он взял с собой, это принадлежало ему, а не Лавану. У них были договора. Раньше не было письменных договоров, не было нотариусов, не было печатей, но было слово человека, и человек обязан был его выполнить. А Лаван все время туда-сюда, туда-сюда, ну еще семь лет послужил, ну еще шесть лет послужил. За одну дочь, за другую дочь. Вам просто нужно историю всю перечитать, бытие, прочтите бытие. Это же так интересно. Это так интересно. Теперь я хочу вам напомнить, уже говорила я, о времени, которое все время оттягивает Бог. Бог проверяет, насколько мы богобоязнены. Я простой человек, но мне три года назад Господь сказал, я проводила уроки в скайпе, проводила, люди не платили мне, я говорила, ну заплатите потом, когда сможете. Проводила с разными странами, помню девочку, которая из Австралии, я много, столько времени ей посвятила, но люди не оплатили мне мои уроки, не оплатили. И вот в какой-то момент я просто стала уставать так, я стала терять просто силы, а хотелось, и я тогда так глубоко не погружалась в изучение Писания, и так глубоко не общалась с Богом, и вдруг Он мне остановил меня, взял просто за руку и говорит, так, стоп, прекрати, прекрати эти уроки и поступи следующим образом. Я вот тогда так явно слышала, и с этого момента я перестала давать уроки и стала, вернулась к глубокому изучению Писания, прямо вот к глубокому, и Он мне дал указание, я делилась уже с вами этим, в каких-то других встречах, я сейчас не помню, но я считаю, что нужно это повторить, потому что этому есть подтверждение в Писании, хотя это произошло позже, я в Писании, еще раз Он мне указывает на эти моменты, а потом я перевожу на те события, события трехлетней давности, может, три с половиной года, не знаю, время так летит, а может, уже и четыре года, не знаю, не помню, но три точно. Он мне дает ценные указания, когда тебя просят провести урок, ты скажи человеку, что напомните мне о себе такого-то числа, посмотри по своему расписанию, когда у тебя есть более-менее свободное время, когда ты реально можешь уделить внимание, даже если ты в этот день можешь, отодвинь это, отодвинь, переведи на другой день и скажи человеку, что вы мне напомните о себе в такой-то день, я сейчас занята. Когда человек позвонит тебе, либо напишет тебе, либо как-то о себе даст знать, и начало его письма либо разговора будет начинаться с того, что вы просили, вы просили меня напомнить вам о себе по поводу урока, поблагодаря этого человека, возрадуйся этому, прямо вот все вот слово в слово, возрадуйся этому и отложи еще на некоторое время. Я думаю, ну Господь, человек уже напомнил о себе, он мне говорит, пусть напомнит еще раз, отложи, отложи. Я говорю, хорошо, вот человек напоминает о себе, я откладываю еще на время, и человек опять напоминает о себе. И вот тогда, после двух раз, на третий раз, ты четко прописываешь в своем расписании время, значит, этому человеку очень нужна твоя помощь. Он действительно нуждается в твоем уроке, он действительно нуждается в общении с тобой, потому что у меня не бывает такого, что прям вот урок и все, мы все равно касаемся многих тем, многих вещей. Я учу аналогово, я учу ассоциативно, я учу вместе с природой, и это невозможно, это неотъемлемая часть, и вот тогда ты откликнешься, и тогда ты полностью отдашься этому человеку, и все, что ты на этот момент знаешь, ты поделишься. Из десяти один, ну я сейчас просто так, один делал так, остальные девять просто отваливались, значит, им не нужно было это, как мудр Бог, как Он мудр, какое счастье, понимаете, и я с одной стороны, понимаете, с одной стороны, я могла бы встать на другую сторону и хапать эти уроки, говоря, заплатите, я потом вам дам урок, то есть началось бы некое какое-то обогащение, может быть, человек и заплатил бы сразу, и я бы начала с ним заниматься, то есть как бы пополняя свою машину финансовую, но Бог по-другому говорит мне поступить, у Него совершенно другие цели, другие планы, и вот мы сейчас обращаемся с вами к Писанию, есть конкретные примеры, и я не хотела обижать Бога, я хотела Его слушаться, я хотела поступать именно так, как Он меня научил, так вот, я себе законспектировала просто, вы знаете эти истории, смотрите, я пишу себе, Божий план оттягивать выполнение Его просьбы, не приказа, Он не приказывает, Он именно просит, Он рекомендует, Он мне советует, то, что мы читали с вами в самом начале сейчас, и подчаёт, и подчаёт на нём Дух Господень, Дух Премудрости и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия, то есть Он советует мне, и я крепко стою на этом Совете, меня не сдвинуть, я услышала этот Совет от Бога, и да пребывает во мне Разум, Дух Господень, чтобы поступать так мудро, чтобы не перечить ему, и я поступаю, так как он мне сказал, не хочу его расстраивать, и вот я себе пишу, Божий план оттягивать выполнение просьбы, например, пишу, Авраам и Исаак, он ему даёт три дня пути, указывая гору, куда он должен идти и предать смерти Исаака, принести его в жертву, три дня пути, понимаете, три, он не говорит, сейчас же делай, может быть, человек, понимаете, вот здесь и сейчас сразу сделает и, значит, руки отрехнёт, скажет, всё, я сделал, он даёт три дня, Авраам идёт, самое любимое, что у него, самое дорогое у него, это сын, которого он так долго ждал Исаака, сара рожает ему сына, но Бог сказал, принеси ему в жертву Исаака, представляете, сколько мыслей было в голове, он день идёт, он два идёт, мог он передумать, да тысячу раз, и на третий день, когда он заносит нож, чтобы убить Исаака и сжечь его, принести в жертву Господу, во всесожжение, Бог берёт его за руку, говорит, постой, он убедился в том, насколько велик страх Господень в Аврааме, насколько Авраам боится Бога, он знает, что Бог с ним, и если так сказал, я пойду сделаю, я даже сына отдам, что и сделал Бог-отец, отдав Иисуса, это прообраз того, что потом происходит позже, три дня, исход, Господь мог вывести народ очень быстро в землю обетованную, в Ханаанскую, но он же вводит его, и он сначала, сначала гора Синай, а потом Ханаан, гора Синай, то есть нужно было подняться в гору, нужно было совершить всё то, жертвоприношение, то, что Господь сказал, а народ начал роптать, сказав, ой, не, мы не пойдём, ты иди один, Моисей, туда, мы тут подождём, а ты иди. Бога бояться? Нет, нет. И я пишу, что Бог вывел из Египта людей, он всё-таки вывел свой народ из Египта, но народ не вывел Египет из себя, он так и торчал, он так и торчит в нас, и мы считаем, что как это я буду Бога бояться, а почему это должна бояться, Бог милости, Бог нас любит, да так это всё, но если мы Бога не боимся, мы ничего не получим, мы ничего не получим, это, это не есть истинное христианство, мы обязаны бояться Бога, об этом нам говорит Писание. Я выделяю красным и пишу, когда ходишь перед Богом, так легко ходить перед людьми, прямо цитирую, я послушала, не помню проповедчу, и сразу же записала, какое это счастье, когда ходишь перед Богом, перед людьми ходить вообще легко, настолько легко, говорить правду, делать то, что нужно, надо Бога бояться, а не людей в мире, вот Бога надо бояться. в Псалме 24, в 14 стихе написано, «Тайне Господне боящимся Его, и завет свой Он открывает им». То есть, если мы не боимся Бога, Он нам не откроется, черным по белому. Хотите, не бойтесь. Я хочу бояться Бога, потому что, если я буду Его бояться, об этом говорит Писание, то тайна Господня мне откроется, и завет свой Он откроет мне. Но только в том случае, если я буду бояться. Тайна Господня боящимся Его. А вот религиозный страх толкает на лицемерие. Я хочу завершить сегодня этим, потому что я начала с говения, а это именно религиозный страх в моем понимании. Можете осуждать меня, можете не соглашаться со мной. Это ваше дело. Друзья, дорогие, я вас всех благословляю, я вас всех люблю. У каждого свой путь. У каждого свой путь. В год он, в месяц он, в день, в час, в минуту, либо в 40 лет. Но у каждого свой путь. Поэтому я хочу завершить отрывком из книги пророка Исаия 29 главы 13 и 14 стихи. И сказал Господь, «Так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Не Божьих. Человеческих заповедей. А мы с вами вывели все-таки это уравнение, что страх Господень равен благоговению. То есть мы постоянно должны быть на посту, жить в страхе Божьем, исполняя только то, что нам завещал Иисус Христос. то, что Он оставил нам исполнять. То, что мы опираемся на Ветхий Завет как историю, как историю пророчеств, как историю путей человеческих к Господу. Но Он оставил нам Новый Завет, в котором нет ни слова о том, как нам нужно поститься то, что заповеди человеческие наставляют. Иисус не оставлял нам таких заповедей, но ваше право поступать так, как велит вам сердце. И в 14-м стихе мы читаем. Так вот, я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так, что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Господи, дай мне мудрости, дай мне покаяния, дай мне благочестия, понять во всей полноте, что есть страх Господень исследовать каждой букве Твоего Завета. Будьте благословлены и да поможет нам всем Господь наш Иисус Христос. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok